Вы смотрите самые главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Под Авдеевкой в результате обстрела боевиков погиб один украинский военнослужащий. Еще один получил ранение в районе Луганского. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, за минувшие сутки на Донецком направлении оккупанты из минометов били по украинским укреплениям в Авдеевке, Маренке и Водяном. Из стрелкового оружия и гранатометов обстреливали опорные пункты возле гранитного каменки Песков и шахты Бутовка. Под обстрелами 120-мм минометов оказались подразделения сил АТО в районах Луганского, Попасной и Кряковки. По этим позициям выпустили 58 мин. Из минометов калибра 82 мм противник обстрелял наши позиции в районе Луганского, Новоалександровки и Попасной, выпустив 42 боеприпаса. Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие российско-террористические войска применяли в районе Золотого, Крымского, Лозового, Луганского и Попасной. Из камеры в реанимацию активиста крымско-татарского национального движения Бекира Дегерменджи перевели из СИЗО в реанимацию. 57-летний Бекир находится в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких. Об этом в интервью UATV сообщил адвокат Эдем Семидляев. Он находится в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких и пока в крайне тяжелом состоянии. Мы написали ряд ходатайств, жалоб на действия сотрудников СИЗО, медсанчасть СИЗО, за то, что довели человека до такого состояния. Также вчера я еще писал ходатайство следователю об изменении меры пресечения в связи с резким ухудшением здоровья. В Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он появился в календаре памятных дат спустя 20 лет после катастрофы. Приурочен к завершению строительства саркофага над разрушенным энергоблоком. Взрыв четвертого реактора произошел 26 апреля 1986 года. Больше семи месяцев пожарные, военные, резервисты и строители работали, чтобы остановить распространение радиации. Почтить память погибших и возложить цветы к знаку воинам Чернобыля и мемориальному кургану героям Чернобыля приехал президент Украины Петр Порошенко, члены правительства и представители Верховной Рады. За несколько месяцев инженеры соорудили саркофаг, конструкцию стали и бетона. Над разрушенным четвертым энергоблоком. Строительство завершилось 14 декабря 1986 года. Работы над сооружением нового укрытия начались в апреле 2012. Через четыре года в 2016 четвертый энергоблок накрыли защитным куполом. Это одна из крупнейших передвижных конструкций, когда-либо построенных. Новый саркофаг должен прослужить 100 лет. Проект стоимостью свыше 2 миллиардов евро финансировали более 40 государств. Мандат международной миссии защиты расследования катастрофы MH17 продлен до 1 августа 2018. Самолет Boeing 777 компании Malaysian Airlines совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпор. 17 июля 2014 был сбит над территорией Донецкой области. На борту находились 298 человек. Все они погибли. В международной экспертно-журналистской группе Bellingcat предполагают, что пассажирский лайнер сбили из российского бука. Его уже на следующий день после трагедии переместили в Россию. Выстрел произвели с поля возле Первомайского, недалеко от Тореза и Снежного. SkyUp. Новый украинский авиаперевозчик начнет работу в апреле следующего года с чартерных рейсов. Перевозки будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова, Одессы в 16 направлениях ко всем популярным курортам. А с мая 2018 регулярные внутренние и международные рейсы. Стоимость полета будет формироваться по лоукост-модели без багажа и дополнительных услуг. Заявленная цена билета Киев-Одесса от 18 долларов в одну сторону. За следующий год компания планирует перевезти 650 тысяч пассажиров. Мы создали широкую сеть и программы перелетов. Это международные и внутренние рейсы по Украине. Эти программы откроют границы для наших соотечественников и объединят города Украины между собой. Мы старались создать бюджетную авиакомпанию, доступную для всех. Государству нужны новые рабочие места, и мы всячески готовы содействовать компаниям, которые создаются в Украине и развивают рынок. Потому что это поступление в бюджет Украины. Россия не будет возвращать корпорации «Сименс» газовые турбины, доставленные в Крым в обход санкций. Соответствующее решение принял арбитражный суд Москвы. В своем иске представители немецкого концерна утверждали. В компании «Ростех» при покупке оборудования им пообещали доставить турбины в Краснодарский край. В итоге они попали на оккупированный полуостров. Так оккупационные власти пытаются обеспечить поставку электричества. Это кадры, снятые в июле в порту Феодосии. Их сняло агентство «Ройтерс». На видео, возможно, изображены турбины «Сименс», предполагают журналисты. В Брюсселе в эти минуты собираются на саммит лидеры Евросоюза. На сайте Европейского совета сообщают основные темы встречи – миграция, выход Великобритании из состава ЕС и создание единой армии Евросоюза. Также обсудят сотрудничество в финансовой сфере, вопросы международных отношений, образования и культуры. Продлится саммит два дня. В Греции бастуют сотрудники госпредприятий. В больницах принимают только тех, кого привозит скорая помощь. Закрыты государственные школы. Общественный транспорт в Афинах работает с 9 утра до 4 дня. Отменена часть внутренних авиарейсов. В городе Перей люди вышли на демонстрацию. Выступают из-за прекращения режима жесткой экономии. Греческое правительство придерживается его потребованию международных кредиторов. 114 нелегальных мигрантов спасла береговая охрана Ливии в Средиземном море. Они пытались переплыть его на лодке. На этих кадрах беженцы в порту Триполи их доставили туда сразу после спасательной операции. Из базы нелегальных мигрантов позднее отправили в центр для беженцев. Наша лодка чуть не перевернулась. У нас закончились запасы еды и питья. Мы выжили только благодаря тому, что нас обнаружил вертолет. Он передал информацию береговой охране, которая нас спасла. Религиозный марш клоунов состоялся в столице Мексики. Люди в костюмах и гриме совершили паломничество к базилике Девы Марии Гваделупской. Такую акцию клоуны проводят ежегодно. Они благодарят святую за уходящий год и просят помощи в новом. Всеобщее религиозное шествие в Мехико проводят 12 декабря. Мы молимся за здоровье, за то, чтобы у нас были силы решить любые проблемы. А также молимся за усопших. Следующий год, мы надеемся, будет благополучным. Метеоритный дождь зафиксировали видеокамеры в Китае. Эти кадры сняли накануне в горах Чанбайшань на северо-востоке страны. Как пишет агентство Reuters, здесь небесные тела было хорошо видно невооруженным глазом, так как рядом нет промышленных предприятий и городов с большим количеством автомобилей. Выбросы не загрязняют воздух. Очевидцы рассказывают, в горах можно было наблюдать по 60 метеоритов каждый час. Вы смотрели самые главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV.